Ребятки, Озон, Вау, Борис, все это онлайн фигни. Нет, нужно именно сейчас поехать, потому что я уже с доставкой. Блин, у меня есть пару любимых секондов, но они находятся в Донецке. А в обычных секондах очень все сложно, потому что там надо просчитывать, когда завоз будет. Потому что как только вещи завозят, они иногда даже намного дороже, чем в обычных ТЦ или в обычных магазинах. Мне нравятся, допустим, смешные цены магаза. Туда может поехать. Короче, не знаю, очень не хочу никуда ехать. Я хочу спать, я хочу оставить эту затею, но, к сожалению, придется. Ребятки, ну пока это единственная вещь, которая мне понравилась. Лиз, покажи, я пришла, что-то пойти не могу. Знаете, я, наверное, единственная девочка. Вот все хотят, все тратят деньги на вечеринки, на тусовки, на путешествия. И только Лиза на булочке, на всякие вкусняшки. Вот Лиза булочка. Все, все порешали. Привет, моя хорошая. Хочу вставить небольшие пять копеек в вопрос о Казахстане. Если интересно, мы можем подробнее поговорить об этом на стриме. Как же сложно. Вроде бы вот в Москве большой выбор. Я, честно говоря, я никуда не хочу, но вот сейчас дала, так сказать, ЦУ многим людям. Помогите мне найти ТЦ. Я сейчас пойду, посмотрю картинки, посмотрю вещи и скажу. Я нифига не нашла, потому что я понимаю, что надо поехать в ТЦ. У меня нет никакого желания, если честно, может, и заставить эту затею. Как бы, не знаю, надо, надо, я не могу себя заставить. Вот как только Литрич заходит, что надо что-то купить, все, мне сразу депрессия, мне сразу в сон клонит. И в туалет сразу хочется, и опоздать куда-то, короче. Это я. Очень много сейчас возмущений, почему мы начали агитировать активно фан-встречу в Казахстане. Ни в Москве, ни где-либо. Ну, почему так? Сейчас скажу. Ребята из Казахстана — это первые ребята, которые написали мне, грубо говоря, по поводу фан-встречи. И они написали очень давно, и сразу сказали, что фанка состоится 27 января в городе Алматы, все дела. То есть они написали это очень-очень заранее, и они первые с нами связались. Никто другой связался бы с нами, кто-то первый, мы бы с удовольствием провели, но в плане организаторов. Потому что мы обычные девочки. У кого-то кто-то не из благополучной семьи, кто-то не из благополучного района, так сказать. И мы не можем организовывать фан-встречи. У нас, ну, слава богу, мы там хоть научились контролировать все эти фаталити, ярыгаю и недоразумения. Понимаете? И сейчас у нас единственный какой-то варик вообще как-то вникнуть в эти фан-встречи — это, ну, соглашаться на предложение каких-то организаторов, которые помогают организовать, да, там эти фан-встречи. Которые что есть в фан-встречи? Это аренда помещения. Это договариваться с разными людьми, с охраной. Это там надо ставить людей на проверку билетов. Это аппаратура обязательно. Это какие-то развлечения. Это, ну, как, мы заключаем друг с другом договор, что, да, там никто никого не кинет. Короче, это все на самом деле очень сложно. Но почему первую фан-встречи мы именно анонсировали в Казахстане? Просто вот в моем случае это первые ребята, которые мне написали. Но это не значит, что до 27 января фан-встречи не будет. Все в ваших руках. Вот сейчас девочки постят, ну, активно, да, там, видосы и приглашения именно на фан-встречи. Точнее, опрос. Вот даже у меня выше есть опрос по поводу фан-встречи. Все в ваших руках. Потому что до этой фан-встречи в Казахстане может состояться фан-встречи еще и в вашем городе. То есть, когда уже сейчас с нами связались и другие организаторы, там и третьи. То есть нас начали находить, на нас начали выходить. И эти фан-встречи, они могут проходить до 27 января еще куча времени. Эти фан-встречи могут проходить у вас в городе. Ну, только о них не будет анонсироваться там, да, за полтора месяца, как с Казахстаном. За неделю, может быть, за две, что так и так, пацанки к вам приезжают. Еще могут быть, вы не думаете, что мы только сейчас сначала в Казахстан, пей на первую фан-встречу. Нет, все зависит от вас. Сейчас вы голосуете за ваш город и за ту пацанку, которую вы хотите увидеть. И вполне возможно, что организуются фан-встречи на вашем городе. Лиза, арбузер! Отстойте со своими грустными песнями! Я всего лишь взяла в руки гитару, все! Добрый день, вечер, дамы и господа, пожалуйста, посоветуйте мне какой-нибудь, не знаю, ТЦ или магазы с недорогой одеждой. Пожалуйста. Вот, очень надо. Вот в какой-нибудь ТЦ, где можно поехать и недорого закупиться. Когда-нибудь я перестану выглядеть как дед или как бомж. Но это был уже не я совсем, условно. Знаете, ребят, вот я помню, когда я училась в универе, мы получали стипендии, с пацанами договаривались пойти, ну, скупиться вещами, все как положено. И мы в итоге шли там в ТЦ или куда-то на рынок за шмотками. Ни хрена не покупали, и я всех перебывала на пахавы. И, короче, мы просто пришли, проголодались, пошли, проели все деньги на шмотки и ушли. Ребятки, мои хорошие, даже если вы думаете, что вы живете там где-то в жопе мира, неизвестном где, непонятном дне, все равно, пожалуйста, проголосуйте. Тогда хотя бы кого вы хотели бы видеть, ну, и напишите свой город. Потому что представьте, с вашего города вдруг еще там 300 человек думают, да ладно, она все равно сюда не приедет. А вдруг получится, что приедем. Поэтому не упускайте возможность все равно проголосовать за кого вы хотите. Господи, ору, спасибо большое. Мне сейчас скинули небольшой донат с пометкой «Ализа тебе на сладкую булочку». Спасибо большое, ору. Спасибо. 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 Спасибо.